друзья всем привет всем привет вы на канале big trip vlog а мы находимся в городе корон на острове бусуанга сегодня отправляемся в самый популярный морской тур по острову корон на наш выпуск мы начнем как обычно с обзора отеля в котором остановились он называется mountain view garden сейчас я нахожусь у бассейна и открывается вид на наш номер а кирилл будет летать на дроне для вас и покажет этот отель с высоты вообще отель имеет два корпуса мы располагаемся в главном здании с которого открывается вид на бассейн также есть еще номера во втором корпусе который не достроит ведь он еще достраивается ребят не удивляйтесь что у меня такой голос я еще форту принцессе заболела потом были не до вроде на экскурсиях было еще более ненормально но прошло какое-то время и у меня начались проблемы с голосом с горлом поэтому я сейчас активно пью различные сиропы таблетки вообще тут с аптеками небольшая проблема практически ничего нет даже какого-то обычного спрея поэтому местными лекарствами пытаюсь лечиться надеюсь в скором времени мы услышим мой привычный голос так мы после некого отступления давайте посмотрим на то как оформлен здесь отель не зря он называется garden вокруг произрастают различные растения бамбук здесь небольшая локация с крестом такой я не знаю как они про называть как качели такие садовые но и сзади мы видим название отеля mountain view garden и рядом с бассейном есть такая небольшая сон где мы можно налить себе питьевой водички из кулера либо сделать кофе поднимемся на этаж выше и я вам покажу как выглядит ресепшен и зона вокруг отеля отель выделяется среди других домов которые здесь находятся потому что действительно все как в саду деревья в таком знаете как манса стиль так очень большие вокруг номеров также произрастает бамбук наш номер двести четыре тоже скрывается за его стеблями при входе в отель мы видим лестницу это располагаются номера на втором этаже на третьем и также терраса для завтраков но здесь у нас ресепшен выкрашенные картины у нас очень быстро оформили зарегистрировали и заселили в номер на ресепшене можно расположиться на такой мощеной мебели кстати еще можно заказать массаж прямо в номер стоимость от 700 песо это шведский массаж а традиционный филиппинский 800 это чуточку дороже чем было в альмиде например друзья кирилла запускает дрон сейчас мы вместе с вами помашем ему рукой ну что друзья давайте устроим небольшой рум-тур буквально небольшой так как номер маленький здесь есть двуспальная кровать кондиционер который конечно же необходим на филиппинах так как здесь жарко шкафчик ну как шкафчик а такие вот полочки куда можно положить все свои вещи есть . зеркало практически во весь рост есть также стульчик есть небольшой столик здесь мы расположим наш ноутбук будем монтировать видео картина ну и здесь у нас душевая скромная как и во многих отелях азиатских просто душа с эффектом нагревом зато мы всегда будем значит есть горячая вода унитаз раковина и зеркало причем хочу вам отметить что видно что в комнате не так давно был сделан ремонт и вообще она отстроена не так давно видите там еще положение по полотенце туалетную бумагу зубные щетки и что еще здесь примечательного так это вид из окна это наш балкончик открывается вид на бассейн можно искупаться также видно что отель еще будет достраиваться в будущем номера здесь очень много и локальные туристы приезжают группы в общем отель комфортный недорогой то есть буквально за полторы тысячи рублей у вас получается и комната с кондиционером и включен еще и завтрак поэтому имейте ввиду что в короне можно остановиться не только за большие деньги но можно стоять еще и бюджет помимо этого что еще удобно здесь также можно сразу заказать экскурсии потому что этот отель принадлежит агентство джей ай трэвов который мы берем сегодняшнюю экскурсию и отправляемся в путешествие по острову корон посмотреть озера лагуны и так далее вот так же здесь можно заказать дополнительно трансфер такси и так далее когда мы поедем в аэропорт сибу мы обязательно здесь возьмем трассер стоит 250 песо с человека сам аэропорт находится в 22 километрах ехать до него полчаса поэтому это очень удобно что можно заказать прямо здесь сейчас я вернулась к бассейну кириллу который еще летает на дроне чтобы искупаться потому что пока делаю обзор очень жарко хочется охладиться шикарный бассейн кстати его чистят по несколько раз в день в жару прямо самое то нам очень повезло потому что все уже уехали на экскурсии а мы только собираемся и успели искупаться в бассейне мы поднялись на на завтрак на верхнюю террасу собственно говоря здесь он и проходит можно самостоятельно налить себе чай и кофе вернее только кофе и к нему идут еще сливки да но практически всех отелях почему-то нет чая только кофе вот ну и садимся за столик будем ждать наш завтрак здесь как обычно что любят филиппинцы это рис немного овощей пиццу и что-то похожее то ли на сосиску я спросили на кебаб больше это похоже на куриный кебаб вот так выглядит ну да в таком кисло-сладком соусе и помимо курицы там видимость какие-то овощи в общем такая котлетка в общем сейчас мы завтракаем и отправляемся куда на морские приключения все верно друзья не будем затягивать оттягивать все кушаем и едем сейчас мы выходим из нашего отеля с нашего номера не отправляемся на долгожданную экскурсию отправляемся на остров корон за нами уже приехал такой трансфер мини-бас минут через десять мы уже приехали в порт очень много продавцов сразу продают воду средства от солнца еще что-то продают в общем сейчас пока разбираемся куда нам идти и в составе какой группам поедем ну вот вроде нашли сопровождающего порт мы приехали около восьми утра сейчас время начала 10 то есть больше часа может ждем пока соберется и вся группа сейчас уже гид начал рассказывать нам о том что нас ждет в этой морской прогулке у нас будет 7 точек очень много снорклинга будем подниматься на различные вершины смотреть красивые виды я думаю наконец-то начинается наше морское приключение мы совсем скоро отправляемся спустя наверно минут 20 мы остались на нашей первой остановке она называется озеро каенган здесь очень красивая такая заводь бухта сейчас мы пойдем пешочком на другую сторону туда залез и будем подниматься наверх по ступенькам небольшой трекинг для начала сейчас мы поднимаемся на обзорную площадку а до этого познакомились немного с нашей группы и узнали что одна из участниц из колумбии и конечно же мы общались об этой стране которые были совсем недавно подъем достаточно крутой по этим каменным ступенькам если не ошибаюсь нам сказать что и будет здесь триста шестьдесят семь что ли поднимались мы наверно минут десять сейчас стоим небольшой очередь чтобы сделать красивую фотографию на это озеро поэтому сейчас дождемся и дальше будем уже спускаться вниз вниз к озеру наверное минут 15 мы простояли в эту очередь чтобы сделать красивые фотографии с видом на лагуну пока вот наш гид фотографирует омочку я снимаю весь этот процесс локация очень красивая вокруг этого озера располагается мостик деревянный по которым можно пройтись осмотреться ну и конечно же помимо чудесных видов и того что здесь можно сделать красивую фотографию здесь также можно поплавать вот по правилам я сейчас надел спасательный жакет не собираюсь как раз прыгнуть в это озеро помимо того что здесь можно искупаться в красивой воде прозрачный также можно еще заглянуть в одну небольшую пещеру мы не брали с собой сюда водный бокс поэтому не снимали тем более пещере темно но в эту пещеру можно также проплыть она весьма небольшая на метрах 5-6 квадратных от силы но сверху есть пространство через которое пробивается солнце поэтому весьма любопытная локация вот также труп с маской сюда брать бесполезно некоторые ныряют что-то смотрят но говорят конечно что здесь ничего нет потому что озеро такое пресное вот она больше для красивых видов для купания сейчас наша группа собирается мы уже отправляемся обратно а еще забыл добавить что в этой локации нам не рекомендовали летать на дроне потому что здесь плохо ловит gps сигнал поэтому можете потерять свой дрон здесь но и томочка тоже до рассказывал о том что видела как здесь их блогер видео как по неудачный случай вот поэтому мы решили в этой локации с вами не летать но дальше обязательно обязательно покажем вам кадры с высоты увидели здесь продают кокосы конечно спросили сколько стоит оказывается всего лишь 50 песо как и в линейке как и в маниле то есть она недорогая сейчас мы приплыли к нашей второй точке называется место твин лагун это очень красивые лагуны со всех сторон их окружают скалы еще особенность этих лагун в том что здесь соединяется воды соленые и пресные поэтому очень 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 все живописно и красиво сейчас вы можете наблюдать как сзади проплывает часть нашей группы на каяках можно было в самом начале заранее сказать нашему гиду и арендовать здесь каяк на всю экскурсию то есть тысячи песо аренда каяка на протяжении всей экскурсии вы можете использовать каяк в некоторых локациях мы от этого отказались каяк мы скажем так не очень любим но может быть здесь мы поплавали но что касательно еще там других местах и там часто плавать на каяке это наверное наверное не наш поэтому сейчас вот часть нашей группы отправляется на каяках а мы их потом догоним на лодке и также полюбуемся этими лагунами здесь у нас по моему должен быть еще снорклинг интересный должны посмотреть подводный мир как рассказал нам наш гид сейчас мы приплыли в первую лагуну такая-то она красивая а вторая расположена вот там вот за скалами есть небольшой туннель через который мы сейчас тоже проплывем и увидим вторую лагуну друзья ждали когда кирилл прибудет на лодку здесь всегда такая традиция что пока все не придут то никто не начинает кушать поэтому сегодня последним оказался я в общем взяли креветочек рыбки нудл салатик местный продолжаем исследовать воды острова корон сейчас мы прибываем к нашей очередной точке это озеро баракуда она так названа в честь того что здесь был обнаружен огромный огромный скелет рыбы баракуда сейчас конечно скелета мы не увидим но полюбуемся самим озером сейчас мы идем по деревянному мостику нам сказали что нужно пройти определенный вход там можно арендовать каяк либо не арендовывать его сейчас мы все узнаем но обязательно нужно иметь при себе спасательный жилет немножко это напрягает то что везде где вы хотите поплавать полюбоваться везде вам нужно иметь спасательный жилет без него никак потому что везде везде стоят ну спасатели скажем так назовем их так смотрят чтобы у вас был жилет и говорят что нет жилета нет плавания все перешли мы по лестнице на другую сторону здесь увидели это великолепное озеро сейчас надеваем водный бокс и будем наслаждаться подводными видами сейчас мы были на озере баракуда это была дополнительная опция которую мы доплачивали за 200 песо с человек в некоторой экскурсии она уже включена экскурсии типа ультимейт вот но наш тур в самом начале гид предложил если хотите можете доплатить 200 песо что же это красивое действительно озеро говорили что здесь еще потрясающий снорпинг но озеро озеро и правда красиво и до этого когда лагуны были и это озеро очень красиво поплавать посмотреть полюбоваться видами прогуляться подняться вот она начнется странно может так не повезло нам но даже вся наша группа особо ничего не увидела помимо этого наш гид взял нашу камеру и доплыл до самого дна хотя вы видели кусочки эти этого видео я думаю уже на своих экранах вот даже гид доплыв до самого дна практически ни одной рыбки не увидел скала красиво еще странно что когда вас отправляет снорклить то вам дают жилет то есть как бы в каком спасательном жилете вы можете как вы как вы в нем можете на глубину это очень понятно что рыбки находятся на глубине то есть это подразумевает нужно плыть на глубину но ужалеть этого сделать невозможно вообще в целом они как везде тут мешаются понимаешь что это за страховка такая ну все сейчас мы ждем уже нашу группу да остальную давай вывод если вы не хотите ехать на барракуду и доплачивать за нее то необязательно это делать потому что другие лагуны озера они не менее красивые вот и там тоже вдоволь можно поплавать да ну а сейчас мы ждем наши группы и отправляемся на следующую точку 3 коралл гарден нам обещали здесь великолепный снор и здесь можно было кстати без спасательных да без жилета здесь видно что не глубоко мы подплыли именно в то место где видно небольшие кораллы здесь в общем такая мель поэтому надеемся здесь что-то интересное увидеть немножко посмотрели посмотрели на рыбок здесь конечно же они есть чуть-чуть попадались но рассчитывать конечно на что-то больше тоже не приходится все-таки это не египет там где кораллы просто сумасшедшие здесь тоже рыбки есть есть красивый подводный мир но наверное не так он и забилует сейчас мы едем к следующей точке там должен быть какой-то затонувший корабль который находится не очень глубоко и почти любой желающий может его увидеть и даже и даже потрогать мы на очередной локации который называется здесь находится стонувший корабль на глубине 5 метров здесь можно поснорклить а также забыть на глубину 5 метров и увидеть тот самый корабль да он находится совсем рядом и поговаривать что несложно даже до него дотронуться ну посмотрим и он кстати лежит на ребре поэтому он похож на скелет поэтому называется скелетон и и Сейчас мы наслаждаемся вкусным крутящим бананом в таком панировочке, скажем так, в тесте. Я, знаете, еще такая, думала, будет у нас сладость или нет, потому что как раз после морских приключений хочется чего-то такого сладенького. Ну а кадры с корабля вы видели сами. Действительно затонувшее судно, очень интересное. Мы сейчас приехали на пляж, который называется Си-Аси. Это единственный публичный пляж на острове Коруа. И сейчас мы до него попробуем дойти, до самого пляжа. Там есть небольшие мангровые заросли. Тоже их посмотрим, изучим. Нам рассказали, что местные приезжают, если отмечают какие-то события, именно на этот остров. Да, потому что, точнее, на этот пляж, потому что если приезжают на другие части, то необходимо платить налог. Да. Ну все, Томочка, наверное, останется здесь, да? Да. А я все-таки дойду до этого пляжа. На самом деле, ребят, если бы мы поплыли чуть-чуть поближе, я бы тоже пошла. А так я уже просто все. Я сегодня наплавалась. Поэтому завершаем данную морскую прогулку со мной. Здесь можно, конечно, еще и поснорклить немножко, посмотреть подводный мир, но немножко от этого устали. Поэтому сейчас дойдем вот сюда, до этого пляжа и там прогуляемся. Ну вот, собственно говоря, о чем мы вам рассказывали. Компания местных жителей здесь сидит, что-то отмечает, громко разговаривает. Поскольку пляж общественный, то любят они сюда приезжать. А я сейчас дошел до участка, где находятся мангровые заросли. Вот здесь отчетливо видно эти огромные-огромные корни, деревья. Не сказать, что этот пляжик чем-то примечательен. Вот дальше, смотрите, есть такая небольшая заводь и продолжение этих мангровых зарослей. Буквально 10 минут прогулялся до этого пляжа. Сейчас уже возвращаюсь обратно на лодку. Вот она нас ждет и повезет обратно к пристани. Плыть нам не так далеко, я думаю, минут 20 и мы будем на месте. Там мы с вами еще подведем итоги, немножко поделимся своим впечатлением об этом морском туре. Мы на берегу, отличная была экскурсия, нам все безумно понравилось. Красивейшие виды, хорошие снорли. И покупались вдоволь. Сейчас нас ждет уже наш трансфер, мы также доедем на нем до отеля. Ездили мы с компанией, которая называется J.I. Travel & Tours. Она одна из самых популярных на острове Бусуанка, в городе Карл. Да, оставим на нее ссылочку в описании, поэтому можете пользоваться ее услугами. Как же у них есть отель, в котором мы остановились и показываем вам его сегодня. Все, друзья, с вами мы еще не прощаемся, а увидимся на ужине. Сегодня нам захотелось чего-то такого простого, но очень сытного. Поэтому мы вышли в футкорр и выбрали местную такую бургерную или пиццерию, точнее даже сказать. Называется она Чоу Лань. Мы заказали пиццу, которая называется Сиасик. Вообще Сиасик это местное такое блюдо. Это такое, знаете, там, черное мясо или рыбка. Мы решили заказать, что такое локальное. Здесь еще добавим перчик, чили, мучок. Выглядит весьма аппетитно. Сверху я еще плеваю с топом коломантии. Вот такой вот лайм, похожий на апельсинчик. Не похож на стандартную пиццу, но очень сытный, вкусный и необычный. Пробую домашний лимонад из коломантии. Очень освежает, приятный вкус. Пицца правда очень вкусная, необычный вкус. Сам соус очень интересный. И много-много такой сырный заправки. Сырно-сливоточная получается. Мы, конечно, с Асприном. Мы все-таки в базе находимся. Теперь пробуем бургер. Котлетка выглядит очень аппетитной, большой. Соус, морковочка, лучок. Ну и давайте уже пробуем. It's amazing. Котлета, знаете, она очень нежная, как будто, знаете, прям домашняя. Такая прям... Не такая жесткая, твердая, она прям тает во рту. Просто очень-все, очень-все нежное вкусно. Внутри еще вот эта заправочка великолепная из морковки. Такая, знаете, а-ля Cold Snow. Ну что-то вот такое нежное. Ммм... Наш девиз, все, что не съели, заберем с собой. Поэтому оставшуюся часть пиццы мы возьмем с собой. А с вами мы увидимся, друзья, в следующем выпуске. Кстати, забыли упомянуть, сколько это стоит. Пицца стоит порядка 10 долларов. Бургер около 5 долларов. Теперь, наверное, все. Нет, не все. Мы еще забыли сказать вам про стоимость нашего сегодняшнего тура. Примерно он стоит 1800 практически во всех местах, где-то чуть дороже, где-то чуть подешевле. Поэтому вы выбирайте сами, вы видели, как ездили мы, основываясь на нашем опыте, можете выбрать тоже, если что, выбрали ими. 1800 плюс 200 за озеро Паракуда, плюс 200 за аренду тапочек. Все, друзья, на этом теперь точно все. Прощаемся с вами до завтра. Пишите нам любые вопросы. До новых встреч. Увидимся на Филиппинах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok